Пара изо рта под ногами, ветхие лестницы, над головой дыры в потолке. Так выглядит подъезд деревянного жилого дома по улице Касьянова. В квартирах не менее удручающая обстановка. Например, здесь санузел постепенно уходит под землю. В прямом смысле. Я живу этажом выше, у меня два маленьких ребятишек. Мне кажется, мы провалимся здесь когда-нибудь, потому что стены ведет вообще страшно. В квартире Елены Пустоваловой даже ремонт не скрывает возраст дома, а ему 84 года. Штукатурка на потолке трескается, деревянные косяки завалены. Многие жильцы и вовсе не ремонтируют свое жилище. Как признаются, бесполезная трата денег. В той комнате поменяли окна. Дом повело и вот такая вот щель. Все дует. В этом доме 12 квартир, в которых проживают более 30 человек. На общедомовом собрании было решено собрать деньги на независимую экспертизу 30 тысяч рублей. По ее результатам здание признали аварийным. Это было еще в 2016 году. В комитете по градостроительной политике администрации Иркутска жильцам выдали распоряжение, где черным по белому написано, помещение непригодно для проживания и подлежит сносу в течение полутора лет. По несложным подсчетам, это апрель 2018 года. Впереди еще два месяца, а жители начали бить тревогу. Как выяснилось, не зря. В реестре нас нету. Звонили, мы сказали, что нас признали аварийными, а на очередь не поставили. Ну, как жить с 34 года дом? В общий реестр внесены все дома города, которые признаны ветхими. 478 из них 170 признаны в прошлом году. В списках есть и Касьянова 36. Но, несмотря на это, дом расселять в 2018 году не будут. Сносят аварийные здания в порядке живой очереди. Первыми сравняют с землей те, которые признали аварийными в 2012 году. Работы выполняются за счет муниципального бюджета. Муниципалитетам ведется активная работа с областным центром для софинансирования, также с федеральным центром. И на сегодняшний момент получен ответ от Министерства строительства Иркутской области, что они рассматривают вопрос софинансирования этих мероприятий в 2019 году. Соответственно, если такое софинансирование будет, количество многоквартирных домов, расселенных в течение года, оно возрастет пропорционально объему выделенного финансирования. Программа переселения из ветхого жилья в областном центре реализуется с 2013 года. За это время с карты города исчезло 137 так называемых бараков. В 2018 году их число пополнит еще 10 домов. На эти цели из муниципального бюджета выделено 200 миллионов рублей. В первом квартале администрация разыграет тендер, после которого станет известно, где жильцы аварийных домов получат новые квартиры. Жители этих домов по улице Сеченова 3, 5 и 7 в скором времени отметят новоселье. Их дома подлежат сносу уже в этом 2018 году. Аварийными они были признаны 6 лет назад. Денежные средства на работы уже выделены из городского бюджета. Но когда очередь дойдет до дома по улице Касьянова 36, пока неизвестно. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский и Константин Синицын. Новости сейчас.